Джо Байден такой старый, что сам себе в отцы годится. Так, Клинтон запомнился, Обама запомнился, также этот выскочка Трамп чем-то запомнился. Мне надо, мне надо тоже что-нибудь такое сделать, чтоб запомниться, пока не поздно. Вы очень весело падали на трапе самолета. Это невозможно забыть. Это обсуждают во всех соцсетях. Ты кто? Я псаки. Не могла потерпеть немножко. Почему здесь? Я Джейн Псаки. Еще намек? Ваш пресс-секретарь. А, Джейн, очень приятно, Джейн. Очень приятно, Джо Байден. Это мой кабинет. Сам себе напомнил, чтобы не забыть. Так, значит, давайте работать, Джейн. Значит так, мне надо оставить свой след в истории Америки. Американцы были на Луне. Они были в Ираке, в Афганистане. При мне американцы высадятся на Сатурн. Ну, человек не может высадиться на Сатурн. Это газовый гигант. Там газ. А много там газа? Да, там много газа. Тогда мы отправим туда армию США. Ну, пусть они будут в противогазах. Пусть они не курят. Я не знаю, мне надо какую-то фишечку, чтобы как-то фишечку нужно. Ну, у вас уже есть фишечка. Вы старый. Вы очень старый. Старый президент это уже давно не фишечка. Мне надо сделать что-то такое оригинальное, чтобы отличаться от других президентов. Так, что у нас там с Китаем? Их экономика растет. Это понятно. Что там с моим заказом? Я заказывал чехол на телефоне. Написано, что посылка пришла. Как пришла, если она не пришла? Здесь нет посылки и нету чехла, нету ничего. Где пос... где... Есть там кнопка, посылка не пришла? Да, написано, вас фотографируйте, отправьте фотографию. Сейчас вот фотографируем. Как это сделать? Ну... Давайте на мой. Давайте. Вот. Нет чехла. Вот без чехла телефон. Нету чехла, и он не пришел. Это фото. Отправляйте. В Китай пусть знают, что я просто так не спущу на тормозах. Эй, я очень жесткий. Господин президент, если хотите запомниться, закройте госдолг США. Гениально. Это гениально, Джейн. Значит, мы напечатаем очень много-много-много денег и закроем госдолг США. В последнее время мы как раз так и делали. Мы печатали много-много денег, чтобы закрыть госдолг. И у нас закончились чернила. Давайте купим чернила. Ну, у нас нет денег. Все ушли на погашение госдолга. Давайте купим чернила. Нет чернил. Давайте напечатаем деньги. Нет чернил. Что ж такое, а? Это что-то какая-то замкнутая, круто. Черт с ним, с этим госдолгом он никого не волнует. Абсолютно. Можно достроить стену с Мексикой. Ну, это бред. Это хорошая была идея. Это совершенно бред вообще. Я знаю, мексиканцев эта стена их не остановит. Почему? Ну, почему? Потому что у них эти сомбреро, они перелетят эту стену. Вот если бы мы, Джейн, смогли построить эту стену из фахитос, а рядом постравить бочки с соусом сальса, вот это смогло бы остановить их мимо фахитос. Трудно пройти, когда хочешь кушать, Джейн. Господин президент, наши ученые мне сообщили, что они построили машину времени. Так. На которую вы можете вернуться в прошлое и усилить основы экономики США, поднять промышленность, машиностроение, а еще помириться с Китаем и Россией. А здесь пройдет всего одна секунда. Прекрасно, Джейн. Немедленно отправляемся. Ну что, господин президент, господин президент. Да. Я вас не вижу. Я сам себя не вижу. Господин президент, удалось выполнить наш план? Я его даже перевыполнил. Я нашел два ведра чернил. Пойдемте скорее печатать доллары. Спасибо.